Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Реестровые ошибки появляются, если кадастровый инженер сделал что-то неправильно или были неточности в документах, которые подавались на регистрацию. В результате могут пострадать права собственника участка, но и защитить их через суд бывает очень непросто. Вот что делать в таких ситуациях сегодня нам расскажет заместитель директора главный технолог кадастровой палаты по Самарской области Евгения Васильевна Дроздова. Здравствуйте. Ну что ж, давайте побеседуем. Тема действительно очень актуальная, но начать хотелось бы наверное с понятия вообще, что такое реестровая ошибка. Расскажу, попробую объяснить. Для меня это понятие давно известное. Чтобы в двух словах донести это до нашего зрителя, можно объяснить, что для кого не секрет, что сведений в последнее время все больше, они помещаются во всевозможные реестры. Один из огромнейших реестров, которым мы пользуемся, это реестр объектов недвижимости. И понимая, что он сформировался буквально за последние 20 лет с нуля, мы понимаем, что туда могли быть внесены некорректные, неточные данные. То есть как только неточные данные внесены в реестр, они сразу автоматически именуются ошибкой. Но здесь хочу сказать, что есть все-таки два типа ошибок, ведь мы же люди. Есть ошибки технические, то есть ведь и вы не всегда пишете правильно. Бывает, что пальчик соскочил на клавиатуре, нажали не ту букву, не ту цифру, неправильно подсчитали, те, кто в школе плохо учился. Вот такой вид ошибок, он называется техническая ошибка и исправляется очень быстро. Как только мы ее обнаруживаем, мы сами ее буквально в течение трех дней исправляем. А вот у меня встречный вопрос. Почему вы называете эту ошибку техническую, мне кажется, грамматическую? Да, потому что в сущности вы предугадали, что сказал наш законодатель, а он сказал, что любая грамматическая, арифметическая ошибка, которая допущена сотрудником органа регистрации, она именуется технической. Это то, что исправляется очень легко. Если ее заметил правообладатель, он может обратиться. Но в принципе, любое заинтересованное лицо, и если орган регистрации выявил ее самостоятельно, такие легкие ошибочки исправляются легко, непринужденно в течение трех дней. А вот реестровая ошибка, это уже то, что в реестре воспроизведено. То есть эта ошибка, допущенная кем-то когда-то в иных документах, ну, на основании этих документов мы вносили данные в реестр. Вот таким образом, собственно, законодатель поименовал и сказал, вот эту ситуацию я называю реестровой ошибкой. И уже для нее способов исправления там какое-то множество. Наверное, мы об этом с вами. Да, обязательно поговорим и более точно. Но вот исправление технической ошибки понятно. А как выявить ошибку реестровую? Хороший вопрос. Очень актуальный, потому что сейчас мы находимся в ситуации, когда очень многие собственники живут припеваючи и даже не знают и не думают о том, что у них что-то не так с недвижимостью. Ну, я хожу в свой гараж, у меня там все хорошо. Машина стоит, документы есть, дверь закрывается. А вот о том, как выглядит объект, например, на кадастровой карте, ну, собственно, не каждый заинтересуется. Гараж же на местности стоит, это гораздо интереснее, правильно, чем смотреть на какую-то карту. И только пытливые пытаются куда-то что-то посмотреть. И, как правило, ну, в 90% случаев, я бы сказала, вот частные физические лица обнаруживают реестровую ошибку тогда, когда начинают оформлять свои документы. То есть продавать, вступать в наследство, вот, дарить. То есть любая форма сделки, которая предполагается с недвижимостью, когда необходимо получить официальные сведения, как правило, здесь и выявляется, что оказывается с объектом что-то не так. Чаще всего в подавляющем большинстве случаев это пересечение с границами другого объекта. Ну, вы сказали о том, что эти ошибки выявляют сами собственники, когда приходят оформлять. А вот ваша служба каким-то образом помогает эти ошибки выявить, ну, и, соответственно, дальше исправить? Не то слово, что помогает. Наверное, я бы употребила немножечко другое. Есть несколько механизмов, как я уже сказала. Законодатель, он предусмотрел, что если выявил собственник, пожалуйста, приходи собственник, исправляй, и есть определенный механизм. А вот если выявил орган регистрации прав, то орган может тоже исправлять ошибки. Конечно, есть некоторые ограничения, я о них тоже расскажу. Наверное, нашим слушателям будет интересно узнать, в каком случае орган самостоятельно может вмешаться в этот процесс. Ну, и третья глобальная ситуация – это суд. Но все понимают, что суд сам по себе никаких судебных актов не издает. То есть в суд нужно заинтересованному лицу все же сходить. Поэтому, по сути, два источника обнаружения ошибки. Либо орган регистрации обнаруживает ее самостоятельно, либо ее обнаруживает собственник. Кто быстрее? Да. Ну вот я сейчас хочу задать вам вопрос, как говорил классик. Ну, кто виноват и что делать, Евгения Васильевна? Да, хорошо. Ответим мы на этот вопрос. К вопросу, кто виноват. Я в начале нашего разговора сообщила о том, что реестр, по сути, в том виде, в каком он есть сейчас, это мощнейший информационный ресурс, который в себе содержит пять подреестров. То есть это реестр объектов недвижимости, это реестр прав и обременений, это дежурная карта кадастровая, это, например, реестровые дела. То есть я могу... Всего пять составляющих, пять компонентов. Представьте, какой огромный сложный ресурс. И все это в электронном виде. Вот вы как раз определили мой вопрос, да? Сейчас в электронном, а раньше-то это был, наверное, мощнейший архив. Совершенно верно. Так вот этот мощнейший архив, который был на бумаге, абсолютно разрозненный, а сейчас это единственный информационный ресурс для всей страны. Вот. И все это сформировано фактически за 20 примерно лет. То есть 20 лет назад начинали с нуля. Вот как раз начало 2000-х годов, это первые даты формирования земельных кадастровых палат на территории, на территории каждого из субъектов, да? Чуть раньше, в 98-м году, например, в Самарской области открылась регистрационная палата. Это были разрозненные органы. Сейчас всем занимается одно ведомство. И более того, все реестры по всей территории Российской Федерации объединены в один. То есть работа проделана огромная. Ну и, соответственно, когда работа происходит буквально с нуля, когда нужно взять всю бумагу и поместить ее в некий электронный реестр, да, для которого как минимум трижды менялся только закон, только федеральный закон, регулирующий эту деятельность, конечно, есть и проблемы переноса сведений, есть и проблемы ведения реестров в каждом субъекте, разные ошибки. Даже на территории Самарской области очень примечательно, что на каждой территории района ошибки вот свои характерные. Чуть позже могу рассказать об этом. А вот, кстати, не лишним будет нашим телезрителям узнать, каким образом вот эти все сведения переводились в электронный вид. Это все проделалось вручную, сканированием, я не знаю, там, 3D и так далее. Технологий очень много, но расскажите, ведь это очень интересно. Ну, мне, по крайней мере, точно. Это на самом деле очень интересно, это затягивает, хочу вам сказать. Попав в эту систему, я вот не могу из нее выбраться уже многие годы, потому что занимаюсь введением этих самых реестров. Рестры действительно электродные, потому что ввести их на бумаге, ну, нет совершенно никакого смысла, и, собственно, все ведомства сейчас отказываются с большим удовольствием от бумаги. Вот, все переводим в цифру. Но для того, чтобы обслуживать именно реестр недвижимости, недостаточно просто электронного ресурса, куда можно внести буквы, цифры и слова. Туда нужно внести, вот что самое интересное, это некие картографические данные. А вот это уже сложная геоинформационная система. Собственно, каковой и является единый реестр недвижимости? Это геоинформационная система. То есть помимо данных о фамилиях, именах, адресах, кадастровых номерах, это все то, что можно прочитать и увидеть глазами. Есть еще некий ресурс в виде карты, куда можно положить все эти сведения. Это действительно долгий, кропотливый труд. То есть когда-то все, что делали кадастровые инженеры, находясь на улице, в полях, описывали координаты земельных участков в определенных системах, все это на бумаге, конечно же, переносили в определенные органы. И дальше специалисты сначала руками эту информацию переносили в эту самую геоинформационную систему. Когда она стала чуть более усовершенствованной, данные мигрировали из одной системы в другую. И так далее. Вот сейчас мы дошли до того глобального ресурса. Начинали, конечно, все с ручного набора информации. Сейчас, конечно, все абсолютно зашито в XML-схемы. И почти все данные, которые кадастровый инженер оцифровывает, сходив на местность, посмотрев границы, например, земельного участка или здания, он помещает в некую XML-схему, которая автоматически считывается нашей программой. Скажите, пожалуйста, если это только не секретная информация, а насколько защищены эти данные от мошенников, от хакеров и так далее, я не буду продолжать мысли, поняли. И насколько вот эти все сведения никуда не пропадут и будут действительно храниться долгие-долгие годы. Потому что, ну ведь мы не знаем, что будет завтра, да? А послезавтра тем более, может быть, будут такие технологии, которые, как говорится, нам и не снились. Но тем не менее, насколько защищена вот эта информация сегодня? Безусловно, разработчики этой программы первое, о чем должны были подумать, о том, что это огромный массив персональных данных, личных данных, то есть это сведения об имуществе, собственно, то, что очень ценно после нашей жизни, наверное, и нашего здоровья, да, имущества, это самое ценное, что у нас есть. Поэтому, безусловно, ресурс, который обслуживает недвижимое имущество, персональные данные собственников, владельцев, пользователей, объектов, они, безусловно, защищены, во-первых, от самих по себе системных сбоев, то есть разработчики придумывали некую систему хранения этих данных. Разумеется, я не смогу вам ее рассказать, поскольку не являюсь IT-специалистом, вот, хотя в общих чертах она присутствует в СМИ, то есть руководители ведомства достаточно часто упоминают, по какому принципу сформирована система, это достаточно интересно, но знающие специалисты, вот, грамотные, с которыми мы общаемся, они говорят о том, что система защищена достаточно от, во-первых, сбоев в ней самой, да, а, во-вторых, от несанкционированного доступа. Но здесь относительно несанкционированного доступа, конечно, большей частью включаются организационные моменты, они в ведомстве, в Росреестре, в подведомственных учреждениях очень жесткие, то есть что-либо куда-то отдать, да, это, в общем, практически нереально. Евгения Васильевна, ну, свои-то данные о своих объектах недвижимости человек может посмотреть самостоятельно. Скажите, с помощью ваших ли специалистов, если мы сейчас говорим о сведениях онлайн? Сведения онлайн доступны абсолютно всем, абсолютно в любое время дня и ночи, то есть можно открыть публичную кадастровую карту, главное не попасть на сайт Двойник. А вот здесь поподробнее, пожалуйста. У публичная кадастровая карта, она всегда имеет аббревиатуру Росреестр.ру без всяких нет и иной символики, вот, ее достаточно легко определить по специализированному логотипу Росреестра. Корпоративным цветам. И в связи с тем, что основная особенность, практически ни за что там не попросят денег. Это вот ключевая особенность. Если с вас начали за что-то просить деньги, то, собственно, есть повод задуматься, и вот здесь, может быть, лучше проконсультироваться, но, как правило, в общении с дежурной кадастровой карты никакие деньги не требуют совершенно. Это открытый ресурс, которым можно пользоваться, смотреть. Он очень удобный, достаточно красочный, на хороших снимках размещается. А вот если потребуется более детальная информация, то есть мы понимаем, информация для общего использования, она общая. Если вас интересует какая-то индивидуальная информация про ваш объект, либо про объект вашего соседа, эта информация в том ключе, который закон обозначил, она является общедоступной. Вы можете получить ее, но уже не из публичной кадастровой карты, а из сведений ЕГРН, то есть это выписка. Выписка – это то, что вот по состоянию на текущую дату и час, и минуту актуально и содержится в реестре. То есть это может измениться буквально завтра. Вот по состоянию на сегодняшнюю дату, если вам выдали выписку, вот сегодня это именно так. На дежурной, на публичной кадастровой карте, конечно, информация чуть с большей задержкой появляется. Ну хорошо, возвращаемся к нашей теме. Это реестровые ошибки. Давайте-ка поподробнее расскажите, пожалуйста, как их все-таки исправить и обязательно ли всегда обращаться в суд? Хороший очень вопрос, потому что действительно многие считают, что если у меня ошибка, все может исправить только суд. Суды в этой части сейчас уже стали более бдительными и, собственно, говорят заявителям о том, что попробуйте прежде исправить эту ошибку в административном порядке. А он есть, и он очень разносторонний, разнообразный. Он максимально клиентоориентированный, я бы так сказала. То есть есть несколько еще вариантов. Да, ведомство, безусловно, признает, что да, это были объективные причины, почему реестровая ошибка появляется, но при всем при этом задаются условия, при которых эту ошибку можно исправить, и в суд ходить совершенно не требуется. Более того, как я уже сказала, у органа регистрации есть полномочия реестру ошибку исправить самостоятельно, вообще без ведома правообладателя. Конечно, правообладатель узнает. Имеется в виду, что он не будет готовить никаких документов. Росреестр может предложить вариант исправления реестровой ошибки в несущественных границах, так скажем, плюс-минус 5% от площади должно остаться этого земельного участка. Но, тем не менее, вот такая схема тоже есть. Ну и, собственно, вторая схема. Как только собственник обнаружил ошибку, он должен обратиться к адаптированному инженеру. Именно к тому, который производил работу, либо к любому. Совершенно не обязательно, поскольку реестровая ошибка могла быть допущена в очень давнее время. То есть, например, в 2005 году, в 2003 году может не существовать ни организации, ни человека, который этим занимается. Он переквалифицировался и сейчас в народном хозяйстве что-то делает. Поэтому любой кадастровый инженер, имеющий квалификационный аттестат, если только он берется за, условно говоря, за ваш случай, если он посмотрел и сказал, что это в моих силах исправить, то вполне ему, наверное, можно посмотреть рейтинг этого инженера и доверить ему судьбу своего объекта. Ну, обращение к кадастровому инженеру – это уже дополнительные расходы, и здесь уже бесплатным сервисом, так скажем, не обойдешься. Безусловно, деятельность кадастровых инженеров законом установлена, что она не является безвозмездной. Это коммерческие структуры, которые оказывают услуги за плату. И нужно понимать формат, условно говоря, допущенной ошибки. То есть нужно понимать, что в основном все ошибки, они были, конечно, допущены по причине того, что в предыдущем моменте времени, когда в первый раз устанавливались, ну, например, границы земельного участка, предыдущий кадастровый инженер, геодезист, землеустроитель допустил ошибки, которые собственник вовремя не посмотрел, не проверил. И вот, собственно, сейчас наступает некий час расплаты. Но надо сказать, что эти услуги не настолько дороги, особенно вот что касается частной недвижимости, индивидуальных, ну, земельных участков для индивидуального пользования, там, под гаражи, под личное подсобное хозяйство. Это не такие вот величайшие ценники. Понятно, что если ошиблись с территорией завода, то это существенные затраты. Да, здесь уже придется заплатить. Евгения Васильевна, а вот вы знаете, бытует такое мнение среди жителей. Я вот, наверное, тоже присоединюсь к этому вопросу. Говорят же, ну, как же так? Кадастровая палата, именно называется кадастровая палата. А почему же у вас нет инженеров собственных? И почему вы не предоставляете эти услуги? Вот развейте, пожалуйста, этот миф. Поясню. Это больше игра понятийного аппарата, да. Кадастровый инженер и кадастровая палата, казалось бы, они должны сосуществовать совместно. На самом деле, реестр недвижимости, о котором я упоминала, он по-другому в законе именуется как кадастр недвижимости. И кадастровая палата изначально, она была призвана вести кадастр, то есть вести тот самый реестр объектов недвижимости. Вот, собственно, поэтому у нас сходные наименования с кадастровыми инженерами. Более того, сейчас происходит масштабная реорганизация этой структуры, да, Росреестра, его подведомственных организаций, в частности, филиал кадастровой палаты, как и все филиалы кадастровой палаты, ждет реорганизация. Мы пытаемся влиться в публичную правовую кампанию, для нас определили совершенно новый интересный статус. Об этом, наверное, можно отдельно поговорить. Да, и в том числе нам разрешили кадастровые работы, но в отношении, большей частью, объектов, которые относятся к муниципальной собственности, к федеральной собственности. То есть, ну, такие вот, так скажем, кадастровые инженеры для государственных нужд. Причем мы будем на равных выступать с другими участниками рынка. А как скоро ожидается такая реорганизация? Ну, какие-то вот хотя бы приблизительные сроки есть? Реорганизация уже происходит, поскольку в эту структуру войдет несколько субъектов, помимо кадастровой палаты, туда предполагается вхождение еще трех организаций, как минимум. Вот, и мы, как наибольший субъект, включаемся в эту реорганизацию в самом последнем этапе. Пока вот до 2023 года мы остаемся в своем правовом статусе. Но публичная правовая компания уже, собственно, создается. Как минимум, издан федеральный закон, издаются подзаконные акты, которые нужны для того, чтобы реорганизовать эту структуру. Если все-таки говорить о реестровых ошибках, скажите, пожалуйста, есть ли такие случаи и ошибки такие, за которые кадастровые инженеры не берутся? Да, к сожалению, такие ситуации бывают. Закон предписывает некоторые правила исправления ошибок. И грамотный кадастровый инженер, который не хочет проблем ни для своих, так сказать, подрядчиков, ни для себя, поскольку это и репутационные риски, и, собственно, риски даже лишиться квалификационного аттестата, собственно, грамотный кадастровый инженер может отказаться. Если он заранее понимает, что те условия, в которых ему нужно будет исправить ошибку, приведут к грубому нарушению закона, то, конечно, он не возьмется за эти работы. Чаще, ну, вот это эксклюзивная ситуация, так скажем, и, конечно же, до нас они большей частью не доходят. Мы говорим о том, что все-таки бывают чаще ситуации, когда кадастровый инженер заранее знает, что в административном порядке через заявление и подготовку межевого плана исправить нельзя. И вот тогда он говорит, что исправить в административном порядке невозможно, вы пойдете в суд. Ну, к такому инженеру можно прислушаться, но все-таки административный порядок соблюсти требуется. Ну, хорошо, дошли до суда, приходишь в суд с документами и дальше что? Расскажите вот этот порядок, пожалуйста, обращения в суд. Я полагаю, что немножечко неуместно мне будет рассказывать порядок подачи искового заявления. Я лишь скажу о том, что это исковое заявление в порядке общего судопроизводства гражданского. Как правило, оно происходит по месту нахождения объекта недвижимости. То есть, если у вас участок в Красноярском районе, вы идете в Красноярский районный суд. Чуть другая ситуация для юридических лиц. Мы больше ориентируемся на простых граждан, которые пойдут в свой районный суд. Я не буду рассказывать состав документов, но в любом случае объясню, что суду нужно знать, в чем заключается ошибка. Суду обязательно нужно знать, как сторона хочет ее исправить. То есть, истец, как он хочет ее исправить. Поэтому без обращения к кадастровому инженеру безусловно не обойтись. Инженер должен предложить свой способ решения. И если правообладатель этот способ устраивает, а иногда это риски потери площади, изменения границ, согласования границ с соседями или невозможности их согласования. Собственно, вот это все те вопросы, из-за которых чаще всего приходится в суд обращаться. Если все это, ну то есть, согласование, площадь, все это в пределах установленных законов, то в суд ходить, как правило, и не потребуется. Если все согласны, то... Евгения Васильевна, расскажите, пожалуйста, если, ну просто не обратите внимание, да, есть ошибка, вот о чем мы с вами говорили в начале, ну и вот пользуюсь я своей собственностью, все-таки чем грозит неисправление реестровой ошибки? Я не первый раз у вас в эфире, и в который раз повторяю, и не устану повторять. Как правило, все, что называется, горят тогда, когда очень быстро и очень срочно нужно что-нибудь оформить. Вот решил я продать, вот я побежал, и получил почему-то приостановку. Почему? А потому что законодатель предусмотрел, что можно жить и 20 лет со своей реестровой ошибкой, но как только есть необходимость произвести юридически значимое действие, а именно, например, переход права, то вот покупатель, он по факту должен быть предупрежден о том, что участок-то он покупает не очень чистенький, а вот с некоторыми огрехами. Поэтому регистратор обязательно приостановит переход права и сообщит о том, что есть пересечение границ, и от него, собственно, нужно избавляться. То есть сначала нужно исправлять реестровую ошибку, а уж потом отчуждать объект недвижимости. Поэтому, чтобы не бегать во время пожара, желательно о своей недвижимости позаботиться заранее. Потом происходят масштабные процессы, я уже говорила о них. То есть мы несколько раз мигрировали сведения из одной системы в другую. Это для Самарской области масштаб около 4 миллионов объектов переехало из одной системы жить в другую систему. К слову сказать, у нас, безусловно, есть свои системы контроля, и у нас процент переноса данных в адекватном состоянии, он очень высокий. Вот очень. И те ошибки, которые программа сама обнаружила при переносе данных, мы их исправляем, и они минимальны. Это единицы по сравнению с теми миллионами, которые я озвучила. Но тем не менее, помимо вот этих вот процессов, жизнь не стоит на месте, кто-то уточняет границы, закон меняется. Ведь есть такие механизмы, которые позволяют без заявления поправить границу соседнего земельного участка. Это описано в законе, и если этим не воспользовались вы, то этим мог воспользоваться ваш сосед. Да, я ему что-то подписала. Это ключевая фраза, которую я слышу во время личного приема. Я что-то там подписывала. Я говорю, вот это что-то называлось акт согласования местоположения границ. Наличие вашей личной подписи в этом акте позволяет соседу передвинуть вашу границу, если вы согласовали именно передвинутую границу. И здесь не нужно быть, наверное, супер юридически грамотным человеком, чтобы просто взять документы в руки, прочитать все же понятным языком изложено, верно? Не нужно обращаться к юристу, что вот тебе сосед принес документ, то подпиши, пожалуйста. Ведь можно понять, о чем идет речь. Вы абсолютно правы. Более того, акт согласования границ, для него ключевая позиция, которую собственник должен проверить. На обороте этого акта должна быть картинка. А как выглядит ваш участок и как выглядит мой? Вы покажите эти документы. Собственно, как только вам предъявили, они визуально хорошо просматриваются. Здесь даже и читать-то особо ничего не придется. Единственный момент, конечно, на который я хочу обратить внимание, это картинка в виде прямоугольного или какой-то другой конфигурации объекта, она не гарантирует, что ваш объект не сдвинется относительно местности. Поэтому желательно все-таки в момент, когда происходит согласование границ, закон предписывает, чтобы при этом обязательно участвовал кадастровый инженер. Так вот, у кадастрового инженера можно уточнить, какие координаты вы в данном моменте согласовываете и желательно записать их себе. Ну и такая процедура, как вынос точек в натуру, когда значение точки, содержащейся в реестре, можно установить на местности и проверить. Ваш забор соответствует тому, что у вас в реестре отображено. Вот это прекрасная процедура, которую я абсолютно всем советую. Ну вот, кстати, граждане у нас законопослушные, они часто обращаются за исправлением данных ошибок. Я бы сказала, что не очень часто. И в этой связи хочу доложить, что Росреестр сам озаботился этой проблемой. И поскольку Магомед не идет к горе, то гора пошла к Магомеду. Вот недалеко к сегодня мы слушали одного из заместителей руководителей Росреестра. Поставлена очень такая претензионная задача. Нужно исправить за 2-3 года примерно миллион реестровых ошибок по территории всей Российской Федерации. И сделать это нужно будет силами Росреестр и кадастровой палаты. Росреестр выявляет ошибку, кадастровая палата определяет местоположение границ. Евгения Васильевна, вот такой еще вопрос. А что делать с собственником, получившим решение государственного регистратора о необходимости устранения реестровой ошибки? И наверняка есть варианты, да? Варианты есть, но надо сказать, что их не очень много. Получив такое уведомление, как минимум вас уведомили о том, что реестровая ошибка есть. Она выявлена должностным лицом. Дальнейшие ваши действия тоже описаны в законе. Там сказано, что есть 3 месяца на то, чтобы либо самостоятельно исправить эту ошибку, либо не делать ничего и согласиться таким образом с тем, что предлагает государственный регистратор. Если, иными словами, если в орган регистрации не поступает возражение собственника земельного участка, а точнее это называется не просто возражение, а заявление о продлении срока, установленного законом, для того, чтобы орган самостоятельно ошибку исправил. Так вот, если такое заявление от собственника не поступит в орган регистрации, то через 3 месяца орган самостоятельно координаты новые внесет, и, собственно, объект будет исправлен. Здесь какие риски у собственника? Нужно понимать, что мы, исправляя ошибку, не выезжали на местность. В большинстве случаев, да. У нас есть такая возможность, но мы понимаем, что организационно применить это сложновато. Поэтому у нас есть ортогональные фотографические планы, некая картографическая основа. Все документы и материалы, которые нам доступны, мы, безусловно, использовали. Но на местности чаще всего, когда кадастровый инженер отмеряет углы вашего забора или дома, это чуть более точно. Поэтому, собственно, если вы хотите сразу, один раз и навсегда, исправить ошибку, определить границы правильно, лучше обратиться к кадастровому инженеру, предвосхитить то, что хочет сделать регистратор. Ну а уж если вы увидели, что ваш участок исправляется не так, как вам хочется, тогда тем более бежим к кадастровому инженеру и проводим кадастровую работу самостоятельно. Ну что же, подводя итог к нашему сегодняшнему с вами разговору, о чем следует знать гражданам обязательно, если мы говорим на тему реэстровая ошибка? Нужно знать о том, есть ли границы у вашего объекта недвижимости. Я, конечно, сейчас имею в виду земельный участок, а это основной объект, в котором ошибки встречаются чаще всего. Узнать об этом можно из общедоступных ресурсов. И если вдруг хоть что-то вас смутило на публичной кадастровой карте или еще хуже, вы не нашли вообще там собственных границ, то, собственно, есть повод задуматься о том, как бы исправить эту ошибку, либо, вот, собственно, дождаться, когда ее исправит Росреестр, и это может быть совсем не скоро, либо обратиться самостоятельно к кадастровому инженеру. Но уж если вы вообще границ собственных не нашли, то вы должны понимать, ваше место на карте пустует, поэтому лучше... Его нужно обязательно занять. Спасибо вам большое за очень информативную беседу, как всегда, за профессиональные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин